Друзья, всем привет! Хочу вам показать, как мы расположились. Можете что-то взять для себя на заметочку. Мы покажем вам, как мы отдыхаем дикарями. Очень красивых и живописных местах. Посмотрите, какое у нас место, прям под деревом. Ребят, мы так долго вчера ездили, искали место. Приехали мы сюда где-то уже полодиннадцатого. Успели еще покушать, поставить палатки. Конечно, было это все ставить лень уже. Хотелось покушать и спать ложиться. Едем мы сейчас в Черноморске на часах уже начало восьмого. Парковочных мест предостаточно. Ставьте машину прямо в центре. Там магазинчики, рядом море, прям, ну класс. Вообще, Черноморская рулит, прям. Еще истребители летают, прям, звуковые. Внизу, прям, понад берегом. Принято решение ехать в Большой Костель, поехать по короткому пути. У меня она уже живет, но суть. Выбрали не очень ровную, конечно, дорогу. Вот, собственно, поле, посмотрите, такие вот скалы. Ну, зато здесь, ребят, открываются такие виды, прям огонь. Двадцать километров от нас едет Даринка с Аней, с семейством, всем своим позитивным. Канал с Дариной по Крыму. Сказал им приблизительно навигацию, где мы приблизительно будем. Я думаю, там мы уже с ними встретимся. Ну, не знаю, приедем, наверное, поздно, уже будет темно. Пейзаж Тарханкутского побережья. Место просто восхитительное. Мы, собственно, движемся вперед в поисках очередной бухты. Прям очень красиво, посмотрите. Кошмар, какой спуск. Это просто экстрим. Бежим! Бежим! Их, ага, ага. Вот это да! Подъемы, конечно, очень крутые. Очень крутые подъемы. Страшно, что ударишься дном. Проезжая бухту Кипчак, прям плюс, это здесь есть туалет и здесь есть колодец с пресной водой. Друзья, посмотрите, бухта Кипчак. Вдали виднеется рыболовная артеля. Посмотрите, какое чистое море, прям круто. Вход пологий, песчаные пляжи. Но, правда, вот вначале видите водоросли. Смотрите, сколько людей из... Ой, и что самое, друзья, классное, здесь есть туалеты, есть мусорки и в той стороне пресная вода. Ребят, ну что ж, приехали мы сейчас в большой костель, поставили машинку. Здесь заповедная зона. Ну, вот там, в принципе, дальше можно поставить палаточку. Посмотрите, какая здесь растительность, сколько деревьев. Да, на территории есть туалеты. Дальше древнее городище. Мы еще потом туда сходим, посмотрим. Единственный минус, здесь нет связи. Вот нам сейчас надо созвониться с Даринкой. Ну, нет связи, не знаю, как, если они догадаются. Ну, мы сказали, что мы не сюда едем. Если у них получится проехать, как бы, и надеемся, что они приедут. Вот такой вот колодец. Когда-то, когда-то в древности люди здесь набирали воду. Ой, место, да, прям место силы, друзья, место силы. Прям темнеет, жалко, мы поздно приехали. Все-таки как-то надо подняться наверх, все же и позвонить ребятам. Что туда переехать можно, сюда нельзя, туда нельзя, там красные, там белые. Там зеленая зона, и тут пойди узнать, где зеленая, где красная. Здесь зеленая зона, ну, там можно, вот где кусты, чтобы на солнце все блеск, ну, ребенка сожглю, там обгорел, там, ну, все это нормально. Да, и запрещен в малую, в малый костыль. Ну, как он и был, он всегда, ну, висел, ну, уже, не знаю, года 4-5, ну, сколько, я приезжал здесь. Ну, короче, ну, короче, да, вы на свой страх, на свой страх и риск, да, сколько 30 тысяч штрафов, да? От пяти до пяти до пяти до пяти, а как там, кто будет расценивать, какой суд, ну, тоже апелляции какие-то писать, там, юристу, там, денег дать, ну, денег дать, опять десятку минимум надо дать, чтобы апелляция. Ну, не знаю, короче, ребят, ну, мы, мы сами вот так же приехали и как бы вот стоим пока. Ладно, ну, будьте здесь, мы еще, наверное, сюда приедем. Потом мы здесь. А может вообще сюда приедем. Пока здесь, а чем закончится. Спустились в Оленивку практически, доехали до малого костыля, думаем, будем сейчас по бухтам ездить искать их, потом нет, думаю, это не вариант искать по бухтам, вон, ребята впереди, потому что бухты тоже находятся друг от друга очень далеко, такая темень. Короче, блин, это настолько случайность такая, ребята опять решили вернуться обратно и вообще на другой стороне, смотрим, стоит какая-то машина и моргает нам. Там две машины? Да, вон две машины и моргают нам, короче, мы начали тоже моргать, услышали крики, Ваня, да. Ну да, мы так и поняли, что это все-таки именно мальчики такие, да. Так, где они? Вот, вот они, вот они стоят, вот. Потому что вон тоже машины, посмотрите, там машины. Вот, вот наши. Привет! Наконец-то мы вас нашли! Ура! Вы так довольны? Мы увидели, что Богдан увидел. Вот, смотрите, машина. А мы стоим, идем, подверг, Ваня, алиот. Привет! Привет! Вы так рады вас видеть. Привет, привет! Моргает, Ваня, Гаван говорит, вон там машина моргает. Я говорю, Ваня, давай моргай тоже, давай. ночные съемки, друзья, ночные съемки. Там внизу какие-то дети на пляже, мы орем, горло сорвали, Ваня, Алена, а там тишина такая, притихли, зная тебя ели. И тут Настя говорит, смотри, там свет. Да, мы думаем, может это все-таки потеряшки такие же, как и мы. Не, ну вы сказали, малый костыль, мы туда открыли. Фишка в чем, фишка в чем, когда мы спустились, мы поняли, что нет связи. Мы уже поняли, что мы имеем связи. Я говорю, давай поднимемся наверх. Мы же так и думали, что вы подниметесь, увидите нашу тысячу пропущенных. В общем, мы все время вот тут где-то ловим. Так, блин, представим, это хорошо, что вы именно моргали, это хорошо, что вы моргали. Мы любую машину бы сейчас звали, потому что мы думаем, может забудем. Я говорю, надо возвращаться, хотя мы уже до Оленевки практически. Я говорю, давай спустимся связи, потом давай поедем на малый костыль, короче, а вот там же большой костыль. А мы с Большого костыля едем. Он пошел вниз, смотри, здесь очень крутой спуск, у нас все время машина чиркает пузо. Доброе утро. Слушай, какие мы пыльные, да? Сегодня обещали дождик и облачно. Дождик утром. Но это в Черноморске. Как это будет у нас, друзья? Как красиво, да? Как красиво. доброе утро страна мы ехали ехали и наконец приехали короче ребята с утра шашлыки еще не ел яичницу ел а вот шашлык с утра без 15,9 вот кофе готов ты кто такой шашлык тебе бежит утро начинается у нас шашлыка сколько у вас стоит килограмм мяса свинины в ялте 280 рублей килограмм от друзья давайте пройдемся посмотрим что мы с собой берем на отдых дикарями раскладной мангал горелочка обязательно для розжига на заправке можете приобрести от дрова уголь заехать дальше но сетка для того чтобы курочку готовить но мы решили приготовить ее на шампурике также у нас столы стулья расходные естественно чтобы все это помещалось машину горелка посуда завариваем кофе вот в турочки семечки булочки каши все что можно быстро на скорую руку приготовить конечно же палатки давайте пройдем нашу палатку это у нас палатка от venture twin sky 4 пользуемся и с ей уже больше года кто-то наступил за мою кепку из детей так друзья здесь спали мы сегодня соленушка я взял с собой ортопедическую подушку спим и на карематах вот укрываемся спальниками дети спят уже на самодувном матрасе тоже от венче у нас тоже подушечки и такой красивый детский пододеяльник с микки маусами но здесь вот тамбур если сильный ветер мы спрячемся здесь как бы ставим столик и уже здесь кушаем и собственно не переживаем что поздувает все все тарелки там не знаю при ветре ну и собственно мог если сильные комары там мошки здесь можно все это перекрыть как бы сеточкой сидеть отдыхать когда мы приехали мы это увидели уже ночью люди здесь нет туалет срать идите в специальные отведенные места берем мы с собой биотуалет the fort будет время сделан у него обзор дико хорошо есть мусорки и есть туалет и собственно надо возить с собой как мы это делаем биотуалет на прям сейчас ашу покажу что кубе тоже ну давай давай тебе зритель вот рекомендует саша приобрести вот эти два замечательного бревнышка да ну и чего или замечательных бревнышка я саша полностью всю машину разгрузит это покажет что он хочет видишь показать она вставляется прикуриватель и выдает 220 вольт ноутбук мы подключали коптер заряжали плюс еще и избе то есть это полноценная розетка вот автомобильного прикуривателя автомобильный инвертор называется служила классная штука очень удобно очень удобно да и да можешь подержать можно ну блин я кстати хотел приобрести такую штуку но она была побольше здорово как алюминиевая такая да вроде бы да ну вот славика такая была что-то не сильно а вот это классная да ну вот это да ну давай скажи фирму этой штуки давай хотя бы на интернете их уже не продают вообще найди вот фирма называется iphone 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 вот моделька 120 с нет еще как шашлыка вкусно друзья постарался вам передать эту красоту понятно что здесь нужно побывать самим чтобы это все прочувствовать ну у кого не получается друзья ну у меня получилось я вам показал да желаю всем побывать в этих местах это по-настоящему дикие места крыма сюда турист едет очень редко но многие сюда приезжают и влюбляются в эти места какие здесь минусы ну именно вот здесь где мы находимся ну здесь камни и вы не зайдете с детками как бы ну просто ломаете ноги на самом деле это вам не песчаные пологий пляж здесь конечно же размытая бухта ну она по-своему хороша как бы она по-своему знаете это больше пища души вы просто питаетесь этой красотой и уезжайте отсюда с впечатлениями вы настолько это все впитываете в себя эту всю красоту это все эти скалы эти волны этот звук звук волн ударяющийся об камни этот морской бриз здесь настолько воздух вот прям ну не надышишься на он он пьянит этот воздух и вы просто попадаете в эту гармонию с природой друзья но это на самом деле очень очень все знаете захватывает дух это очень все настолько настолько все пронизывает вот этой всей природой крымской природы тарханкутского побережья друзья здесь очень живописно вы видите все сами я думаю так словами это все не передать все таки это все надо видеть друзья это все надо это это нужно дышать этим воздухом это это что-то это что-то с чем-то это но это не отписуемо посмотрите как здесь красиво да и понимая что ради этого стоит жить ради этого стоит работать ради этого стоит путешествовать друзья ну заниматься своим любимым делом чтобы посетить эти красивые места всем советую сюда друзья приезжать смотреть наслаждаться этими по настоящим дикими местами